Увлекательное виртуальное путешествие по Алтаю. Его можно совершить на выставке в художественном музее. Она посвящена природе Алтая. Более ста работ российских и алтайских художников представлены в экспозиции. Подробности у Елены Хорошавцевой. Эдуард Браговский, Михаил Буткеев, Сергей Лучишкин, Петр Панарин и другие произведения художников на выставке «Природно-ландшафтные лики Алтая с запада на восток». Художники разных поколений передали в своих работах многоликость и красоту Алтая. Известная картина Николая Иванова «Алтайское лето» считают одной из ключевых в искусстве 60-х. Над произведением автор работал 4 года. Через простой сюжет очень образно, поэтично художнику удалось раскрыть в этой картине важные человеческие темы. Тему связи поколений, тему материнства, тему единства человека и природы. Выставка соединяет произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуру, горные породы и минералы. Отдельный раздел в экспозиции – фотографии ландшафтов Степного, Предгорного и Горного Алтая. По словам сотрудников, фонды музея пополнялись в течение 50 лет. Произведения были подарены самими художниками или их наследниками. Так в экспозиции появилось произведение художника Андрея Никулина, жившего в Барнауле в 20-х годах. Эта работа поступила в наш музей в 2002 году. Она была подарена нашему музею внучатой племянницей Андрея Осиповича Никулина, Аллой Ивановной Казанцевой в Москве. С произведениями изобразительного искусства на выставке представлены изделия мастеров Колыванского камнерезного завода имени Ползунова. Ювелирные украшения, шкатулки, письменные приборы, вазы из алтайских камней. Увидеть экспозицию об Алтае можно в художественном музее. Выставка продлится до 5 декабря. Елена Хорошавцева, Ольга Галютина. Новости.